6 тысяч цыплят, 2 тысячи гусей, 600 уток и 4 индоутки. Такое большое хозяйство держится на хрупких плечах Ольги Затонских из Камня-Наоби. Еще несколько лет назад женщина даже не предполагала, что сменит профессию и образ жизни. Все подробности у моего коллеги Николая Тихонова. Раньше Ольга работала мастером по производству кисломолочной продукции на одном из заводов района. Но его закрыли, сотрудников сократили, пришлось встать на учет в службу занятости населения, где ей и предложили открыть свое дело и даже денег государство подкинуло. Сумма поддержки, по-моему, 58-800 была. Купили, не помню сколько тонн пшеницы на нее и все, больше ничего. Ну, получили еще грант, 120 тысяч, пробурили скважину на нее и все. Каменский район, село Октябрьское. Основа птичьего бизнеса здесь была, но без умелого руководителя достичь таких высот было бы сложно. Помогают в деле муж и старший сын. Даже по ночам дежурят. Птица, тем более молодая, требует особого внимания. Ольга рассказывает, сейчас только научились себя окупать, но и это дорогого стоит. В планах развития. Причем это не пустые слова. И главный двигатель даже не прибыль. Ну, что вами движет? Мною ребенок. У нас очень болеет ребенок. Поэтому мы его хотим вылечить. Ему 15 лет. Поэтому мы стараемся что-то заработать. А еще Ольга отчасти решила кадровый вопрос на себе. В Октябрьском работать негде. Продовольственный магазин и тот один на всю деревню. А на ее предприятии трудятся сразу 8 селян. Зарплата пусть и невысокая, но все начинается с малого. Николай Тихонов, Сергей Сидых. Новости.